Вести Карачаева-Черкесия 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 Вести Карачаев-Черкесия Вести Карачаев-Черкесия Вести Карачаев-Черкесия Вести Карачаев-Черкесия Предстоит привить около 60% населения для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. Штаммовый состав вакцин для нового эпидезона изменен. Периодическое обновление вирусов, содержащихся в вакцинах против гриппа, необходимо для сохранения их эффективности, поскольку вирус постоянно эволюционирует. Как обычно, лица из группы высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений смогут получить прививку бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Учитывая, что согласно законам природы и социума, заболеваемость будет медленно, но неуклонно расти, следует помнить, что сейчас самое подходящее время для подготовки иммунитета к встрече с гриппозной инфекцией. В рамках празднования столетия образования Карачаева-Черкесия агрокомбинат «Южный» оказал благотворительную помощь жителям и социальным учреждениям республики. Руководство тепличного комбината выделило 100 тонн овощей, которые доставлены в различные муниципальные районы и сельские поселения, в дом-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационный центр для несовершеннолетних, дом-интернат для детей-инвалидов, детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, а также реабилитационный центр для наркозависимых, центр социального обслуживания населения, медицинские организации региона, мечети и православные церкви. В республике стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года», победители которого смогут принять участие во всероссийском конкурсе и получить ценные призы. На участие могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации. Своего рода это уникальная возможность заявить о себе, получить общественное признание, заработать дополнительные бонусы, если в планах есть участвовать в определенных конкурсах на получение грантов. Заявки на участие принимаются до конца октября текущего года по следующим номинациям. Лучшие проекты в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, здорового образа жизни, физической культуры и спорта, в сфере дополнительного образования и воспитания детей, а также лучшие проекты в сфере социального обслуживания, в культурно-просветительской сфере, в сфере социального туризма и т.д. В республике 14 участников преступного сообщества подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала. Информацию комментирует старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфильева. Деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве, пресечена сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республики, совместно с сотрудниками уголовного розыска. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершенного со средствами материнского капитала. В рамках расследования данного уголовного дела следователям возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ, а именно Организация преступного сообщества. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками полиции задержали организатора и 13 активных участниц преступного сообщества. Выяснилось, что у некоторых из подозреваемых есть опыт работы в сфере оказания риэлторских услуг. Кроме того, многие из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные деяния. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадали более 30 человек, общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей. В отношении 14 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и изобрет определенных действий. Региональная сеть центров «Точка роста» в республике увеличится на 26 подразделений. Более 20 тысяч школьников в новом учебном году приступят к занятиям в оборудованных по современному стандарту кабинетах. В настоящее время в регионе уже функционируют 113 центров «Точка роста». К 2024 году подобные объекты будут открыты практически во всех сельских школах. В рамках нацпроекта образования в сельских школах республики полностью обновились учебные помещения для точек роста. Установлена современная техника. Педагоги прошли курсы повышения квалификации. Для уроков и дополнительных занятий будет использовано высокотехнологичное оборудование. Это цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, наборы и конструкторы для программирования, изучения механики и мехатроники, робототехники, компьютерная и демонстрационная техника. Портал бронирования санаторий России РФ представил рейтинга российских регионов по популярности отдыха по программе осеннего туристического кэшбэка в этом году. В ТОП-5 в Северокавказском федеральном округе входят Ставрополье, Дагестан, Карачао-Чайкесе, Чечня и Кабардино-Балкария. Благодаря программе кэшбэка многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства. А в целом осенний этап туристического кэшбэка можно охарактеризовать как дебют санатория вне курортных регионов страны, отметила основатель портала санатории России РФ Евгения Терентьева. С 17 по 25 сентября по всей стране, в том числе и Карачао-Чайкесе, пройдут ежегодные экологические соревнования в рамках Всероссийского осеннего кубка чистоты «Чистые игры». В нашей республике мероприятие пройдет на территории села Чапаевского. Участники турнира будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на скорость, а три команды станут победителями и будут награждены памятными призами. Кроме того, команды будут искать артефакты, решать экологические загадки и получать баллы, а на финише – призы. У лучшей команды будет возможность побороться за Всероссийский кубок чистоты и стать абсолютным победителем турнира. Участниками игр могут стать команды из четырех человек. Для этого необходимо скачать приложение «Чистые игры», зарегистрировать команду и пройти авторизацию через соцсети. В этом году генеральным спонсором мероприятия стал Сбер. Компания поддерживает проведение «Чистых игр» во всех городах, где они состоятся. В столице Карачаева-Черкесии состоится интеллектуальный турнир к столетию республики. 16 сентября региональное министерство по делам молодежи проведет турнир осенней серии игр «Студенческая лига эрудитов». Цель мероприятия – развитие тренда на интеллектуальный досуг в молодежной среде. В игре примут участие 10 команд, всего 40 участников. Основной темой мероприятия станет столетие республики. По его итогам определятся три лучшие команды, которые будут награждены кубками, медалями и дипломами. Команда, занявшая первое место, станет обладателем титула «Эрудит» и «Студенческая молодежь» осенней серии игр «Лига эрудитов». Команда Карачаева-Черкесии принимает участие в финале всероссийских спортивных соревнований «Президентские спортивные игры». Республику представляет команда победителей оригинального этапа 5-й гимназии «Черкеска» в составе 14 человек. Финал будет проходить с 14 сентября по 4 октября во Всероссийском детском центре «Смена Краснодарского края». «Президентские спортивные игры» проводятся в целях вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом, воспитания всесторонней и гармонично развитой личности, а также выявления талантливых детей. Ну и последняя информация. Спортсменки из Черкеска завоевали золотую и серебряную медали по кикбоксингу на 14-х всероссийских юношеских играх боевых искусств. На пьедестал почетов зашли воспитанницы спортивной школы номер 6 Республиканской столицы и спортклуба «Беркут». В частности, это Алёна Апанасова, которая стала золотым призёром в возрастной категории 10-13 лет, и Анастасия Шрамко, завоевавшая второе место в возрастной категории 13-15 лет. Спортивные соревнования проходят в Анапе по 23 видам боевых искусств и продлятся до 20 сентября. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В горах местами плюс 11-16. В Черкесии без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.